снова здравствуйте ну у меня пока админ значит который занимается монтажом видеороликов уехал значит на просторах где-то нашей необъятной находится он сейчас от меня за 5 часовых поясов аж страна у нас большая государство такое вот обширная нет у него там возможности значит в его диких краях обрабатывать ролики собственно он так делает практически невозможно когда ведет сайт значит практически со смартфона ну ладно поэтому пока обойдемся без заставок но сегодня я хотел поговорить на темку возраста смотрите такая вот простая вещь ну возраст у нас бывает во первых разные до возраст у нас бывает календарный или он же паспортный возраст у нас бывает какой биологический да он обычно определяется по содержанию ферментом а об есть такой в головном мозге значит кто хочет туда же в состоянии сдать анализы на него если медики вспомнят что есть такой есть у нас возраст социальный то есть возраст скажем так ответственности ну некоторые бывают смотришь на человека вроде дядя такой большой там дядя значит там ему лет 50 значит а выражается ведет себя как ему было 12 лет так ему осталось 12 лет собственно вот смотришь на тетеньку вот она как была 12 лет не там или 14 летний хорошо если вообще 14 лет не обычно меньше да такое она осталась собственно точно такое же поведение да внешность изменилась до габариты стали другие значит до опыта какого-то набралась но суждение и поведение вот один в один один в один значит как тогда не было мозгов так сейчас нету мозгов опыт не впрок пошел но я не об этом я о возрасте биологическом смотрите у нас говорят есть значит рост но это понятно да ребенок растет у нас есть значит молодость у нас есть зрелости у нас есть старость когда что наступает и заканчивается как думаете как это все хозяйство определить на некоторых смотришь ему лет 70 но ведет ты себя мама дорогая некоторые 30-летние могут позавидовать как определяется смотрите рост это в принципе понятно да рост это тогда когда у нас происходит именно что физически рост организма вверх там вширь причем вверх и вширь не за счет жировой массы а за счет костной массы в первую очередь вот это вот рост он продолжается примерно в некоторых случаях до 27 лет у мужчин у женщин по моему лет до 25 он продолжается этот раз а когда у нас молодость заканчивается молодость у нас заканчивается смотрите когда есть такая вещь как у нас клетки организм он же обновляется постоянно да какие-то клетки отмирают какие-то клетки значит заново нарождаются так вот молодость у нас это когда нарождающихся клеток больше чем отмирающих чуть-чуть но больше то есть человек вроде как вырос но он продолжает что называется до кости значит уплотняются вот если мы костную ткань просто-напросто уплотним на ровном месте чем получим мы получим снижение роста правильно этого допустить нельзя то есть получается что при том же самом росте у человека увеличивается масса тела вот а соответственно костной ткани клеток костной ткани значит нарождается больше чем отмирает понятно да точно также с мышечной массой все знают молодые вот такие вот бегают до вырос начинает уже чем матерей там с армии такие уже крепенькие приходят мужички такие да к 30 годам уже все заматерил вот это оно и есть когда клеток генерируется больше чем отмирает что такое зрелость зрелость когда вот этот баланс когда клеток отмирает и нарождается одинаково все вот этот период как только значит отмирающих клеток стало больше чем нарождающихся все это началась старость и во время старости человек что делает усыхает он усыхает во все стороны он может набирать жировую массу значит но у него усыхает мышечная масса у него усыхает костная масса значит уменьшается человек становится даже ниже ростом причем именно за счет этого он теряет мышечные ткани он теряет соответственно костную ткань ну да вещь такая простая кто-то значит скажет капитан очевидность а вот но вот эти вот вещи стоит иметь ввиду почему опять же возвращаясь к воде потому что чтобы принести значит питание клеткам и обеспечить их продукцию да значит требуется вода чтобы вынести токсины которые мешают клеткам спокойно жить требуется вода то есть вода вам в одном случае продлевает молодость во втором случае она вам продлевает зрелость и отдаляет старость либо если вы ее не пьете вашу старость а соответственный смерть она приближает к человек умирает когда он высыхает все люди умирают от а интоксикации вопрос 2 что она вызывается болезнями либо люди вымирают от жажды но неважно воды стало меньше соотношение токсинов стало больше от этого собственно и помер да либо какие-то травматические события дали по голове или значит у него случился инсульт или у него случился инфаркт это все равно можно отнести к травмам просто внутренним скрытым травмам ткани не выдержали порвались лопнули орган перестал выполнять свой функционал организм загнулся от этого понятно да то есть всегда человек умирает фактически от жажды кроме некоторых исключений так что ребятки внимательно все-таки к воде внимательно учитывая что у нас творится за окном что у нас сейчас происходит с медицины что у нас приходит с качеством медицины значит из качеством обучения ребят внимательно к своему организму внимательно потом вам доктора не будет или будет слишком дорого а то будет и дорого и некачественно всем пока подписывайтесь ставьте лайки заходите на сайт читайте и так далее и тому подобное главное думайте все пока